Региональные сети. До этого мы рассматривали технологию чисто локальных сетей. Давайте немного отойдем от локальности и посмотрим более большие сети. Региональные сети. Тут у нас, естественно, меди не хватит, используется оптоволокно. Региональные сети передачи данных или совмещены, или унаследованы от сетей передачи голоса от телефонных сетей. Соответственно, у нас и технологии пришли от этих же сетей. Ну и в данном случае еще более сильно разделение на три уровня. То есть Core Level, опорная сеть, Distribution Level, уровень агрегации и Access Level, уровень доступа. На более высоких уровнях применяется одна технология, и она может сопрягаться с другими технологиями на уровне доступа, то есть на уровне подсоединения конкретного пользователя. Для того, чтобы сети были более отказоустойчивыми, активно используется технология кольца. Сонет, SDH, это одна и та же сеть, фактически, с небольшим различием в параметрах. Сонет американское название, SDH европейское название. Первоначально она делалась для передачи голосового трафика, то есть для телефонии. Мультиплексирование каналов, поскольку телефония. Отсюда идут от этой сети фиксированные скорости, кратные 64 кбитам в секунду, поскольку это, так называемый, базовый поток этой сети. Модуляция простейшая, импульсная, для передачи голоса, не нужно никаких сильных изысков. Для соединения каналов используют мультиплексоры. Мультиплексоры как соединяет каналы, так и разъединяет их на несколько. Значит, название, собственно, расшифровывается как синхронная цифровая иерархия. Собственно, от технологии передачи информации идёт. Сонет – это американское название. Ну, собственно, тут передача данных просто использует те же самые сети, которые используют операторы телефонной связи. И пытаются подстроить сопотник. То есть, эти сети не для данных были созданы, поэтому надо как-то подстраиваться. Преимущества сетей. Преимущества проистекают из того, что это сети, созданные для передачи голоса. Они уже были стандартизованы, широко распространены. Масштабируемые, их легко было расширять. Высокая надёжность сетей, потому что передача голоса. Недостатки. Эти сети были созданы для передачи голоса. Это и преимущество, и недостаток. Поскольку голос, то у нас коммутация каналов неэффективна в использовании среды передачи. Ну и они являются первичными сетями. Потому что они были уже построены. И фактически просто их используют как то, что есть. Чтобы не строить что-то заново. Вот ещё одна киллер-технология, которая должна была убить Ethernet. А и всё остальное убивать. Мы должны передавать были с коммутацией пакетов. Для того, чтобы были хорошие показатели латентности, то есть малые задержки и джиттера, малые колебания. Мы делали пакеты маленькими. Соответственно, эти пакеты назывались ячейки. Естественно, эта технология легко пускалась по SDH. Ну, потому что ЕЧ уже было. Нужно же было как-то пускать. Поскольку эта технология должна была убить Ethernet в том числе, то она могла работать не только поверх оптики, но и поверх меди. На канальном уровне создавался виртуальный канал. То есть для того, чтобы передавать, скажем, голосовые сообщения, мы могли строить виртуальный канал. А для того, чтобы быстрее передавать ячейки, мы делали не маршрутизацию, а коммутацию ячеек плюс гарантированное качество обслуживания. Но технология оказалась слишком хороша для этой жизни. Я думаю, главная проблема это была комитетская технология, и она была переусложнена. То есть нельзя было реализовать кусочек этой технологии, нужно было полностью все реализовывать. Все это постоянно доделывалось, писали стандарты, получилась очень тяжелая и дорогая технология. Тогда возникла идея передавать IP не через промежуточный уровень, не через ATM, а прямо поверх SDH-Sanet, к началу. Ну и вот технология была для этого реализована, ПОС. Мы могли инкапсулировать IP прямо в SDH, без промежуточных протоколов. Ну и аналогично, чтобы Ethernet гнать по SDH, мы Ethernet over SDH технологию создали. Это все технологии сопряжения сетей глобальных интернета и локальных сезернета для магистралей передачи голосового трафика. Технология WDM, это не отдельная технология связи, это модификация для сетей SDH. У нас уплотнение идет за счет того, что мы передаем многомодовый сигнал, и мы с помощью вот этой многомодовости осуществляем уплотнение. Ну и поскольку данное уплотнение осуществляется на физическом уровне, то мы можем применять WDM для любых технологий передачи оптических данных. Ну, Ethernet уже не нужно, наверное. Ethernet активно переходит на одномодовые сети. Там уплотнять уже вряд ли получится таким образом. Ну и опять технология DPR-RPR. Она вошла как стандарт в стандарты IEEE 802. Опять же, это технология для прямой передачи IP-пакетов через SDH. Мы используем двойное кольцо для организации двунаправленного соединения, полного дуплекса. То есть, более эффективно используем наше соединение. Ну, фактически, вот, ничего больше. То есть, это просто некое упрощение в рамках мысли, как гнать IP без прослоек по SDH. Ну, и на Access Level уровне доступа у нас куча технологий. У вас дома, наверное, такая чудесная технология, как JEPON. Очень хорошая, очень дешевая технология для передачи по оптике сигналов. Это один из вариантов технологии PON. Ну, она, да, действительно, из-за очень большой дешевизны оборудования, раз. Из-за того, что у нас не нужно магистральное активное оборудование, то есть, пассивно гонится по оптике, то есть, нам всего лишь нужно распаять коробку в каждом доме, и все в подъезде. Очень дешево. Набор технологий XDSL, технологии для использования телефонных кавилей для активной, для хорошей передачи информации, для более скоростной передачи информации. Ну, DSL убил PON, потому что, как только стал развиваться PON, так у нас, собственно, меди-то и не осталось. Ну, тут все завязано, потому что, когда была медь, были большие коммутационные помещения, большое здание занимало, когда стало переходить МГТС на PON, на оптику, у нас пропала необходимость в больших коммутационных, в больших зданиях. МГТС эти здания использует более положительно, более прибыльно для себя, и, соответственно, нету никакой возможности использовать медь. Соответственно, DSL успешно вымер. Технология VLAN использовалась для локальных сетей. Недостатки VLAN, ну, то, что маленький, всего у нас 4 тысячи в LAN для использования на уровне доступа, даже для организации маленькой, для одного дома этого мало. Идут расширения, QNQ, VXLAN. Вообще, это очень прогрессивная технология. Фактически, она административно позволяет разделить разных абонентов и работать с ними, как будто они подключены только одни. То есть, напрямую. Технология позволяет административно разделить всех абонентов. А чистый VLAN остался как наиболее простой вариант в локальных сетях, когда нам нужно сегментирование на несколько логических азернат-сетей. Ну, там уже не столько много нужно, и он вполне применим для этих сетей. Технология Spanning 3, это простейшая технология для того, чтобы распутывать циклы на сетях Ethernet. Опять же, есть несколько вариантов этих технологий. Для пользователей эта вещь прозрачная, она зашита в коммутаторы, и пользователь об этом и не думает. Есть несколько проприетарных вариантов данной технологии. Например, широко используются разные варианты быстрых покрывающих деревьев. Метро Ethernet это набор технологий и стандартов. Это применение Ethernet на уровне региональных сетей. для подключения конкретных пользователей. Ну, это действительно просто набор стандартов. И, к сожалению, они полностью не стандартизованы, поэтому есть оборудование для метро Ethernet от разных производителей, и это оборудование несовместимо друг с другом. Если так будет продолжаться, то данная идеология просто спокойно умрет от нестандартизованности. Ну и в конце для вас предлагаются вопросы для самоконтроля.